Привет дорогие подписчики и гости канала, с вами Рудник и этот обзор при всем моем желании не получилось уместить в классическое 5-минутное видео. Мне выдалась возможность познакомиться с проектом Robin Hood Sherwood Builders поглубже, еще до релиза. Хочется поделиться с вами как можно больше информации об игре и передать как можно больше своих эмоций. Многие из нас наверняка выросли на фильмах и мультфильмах о Robin Hood. Это средневековый герой баллад в Англии, на основе личности которого и были созданы всемирно известные произведения. Сегодня мы с вами познакомимся с новой игрой, где нашим героем как раз таки выступит Robin Hood из Локсли, борющийся с тиранией и несправедливостью в Шерватском лесу. По сюжету игры наш герой прошел живым и невредимым крестовые походы на Ближнем Востоке. По возвращению Robin состоит Англию в хаосе. После смерти Ричарда Львиное Сердце государство разобщилось на регионы, управляемые мелкими лордами с помощью диких орд и наемников, и которые борются между собой за власть и богатство. Robin бросает вызов могущественным врагам в собственной стране, но его первый лагерь в Селвиче был сожжен, что заставило его перебраться в Шерват, в надежде собраться с новыми силами и продолжить свою борьбу. В это же время шериф Ноттингема, пользуясь беззаконием вокруг, грабит ближайшие к себе регионы, бросая их жителей на произвол судьбы. Одним из таких регионов и является Шерват, где начинается наша история. Проект Robin Hood, Шерват Билдерс, жанрово является сочетанием приключенческой ролевой игры с элементами градостроя, в открытом мире с видом от третьего лица. И вот завершается предыстория, заставка переключается на контроль героя, и мы оказываемся перед нашим лагерем, где и будут происходить игровые события. В нем мы встречаем таких легендарных персонажей, как Леди, Мэрион, Маленький Джон, брат Тук, Аллан из Лощины. После того, как мы разбираемся с базовыми механиками под руководством брата Тука, перед нами открывается полностью свободный игровой мир, разделенный на четыре региона. Основу игрового процесса действительно заложили, причем, скажем даже, что сбалансировали, между следующими активностями. Выполнение квестов от НПЦ, добыча ресурсов в мире и развитие своего собственного лагеря, решение динамических событий в игре, решение головоломок в руинах и нападение на местные лагеря противников. Стоит заострить внимание на каждом из них, потому как впечатления от них все-таки у меня разнятся. Начнем с квестов, по порядку. Они недолгие. За первый десяток игровых часов я встречал только одноэтапные квесты, когда мы приходим, получаем задание, выполняем поставленную задачу, сдаем квест, получив награду. Я не встречал многоэтапных квестов, чтобы одна какая-то часть этого квеста тянулась за другими, неписи, гоняли бы друг к другу за какими-то деталями, и награду мы бы получали только на, дай бог, каком-нибудь там энном этапе по порядку. Все задачи здесь кажутся изолированными, даже сюжетные идут строго по порядку после завершения предыдущих. Реализовано это неплохо и, на мой взгляд, удобно. Что касаемо добычи ресурсов и менеджмента поселения, здесь на эту задачу выделено, ну, большое количество времени. Чисто побегать, делать пыщ-пыщ в противников все это время не получится. Надо улучшать свое вооружение, притоки ресурсов организовать, и без развития лагеря получается никуда. Чем дальше мы отходим от своей базы, тем все больше разнообразия ресурсов встречается в игровом мире. Тут и разные породы дерева для разных задач, долбить можно не только камни, но и медь, песчаник и железо. Трав тоже несколько видов для приготовления отваров и мазей. Крафтовые цепочки, если сравнивать именно механику среди игр выживалок, то я бы оценил, конечно, средничковый, без каких-то особо глубоких крафтовых связей веток. Но достаточно уравновешенная получилась механика именно в рамках этого проекта. Как мне кажется, разработчики правильно сделали, не углубляя эту механику сильнее, чем есть, так как в игре все-таки достаточно и других активностей, и усложнение именно менеджмента и крафтинга, возможно, только напрягло бы игроков, и не обрадовало бы их. Под динамическими событиями я тут подразумевал неожиданные встречи в мире, когда мы просто пробегаем мимо и встречаем то какую-то битву наших последователей с разведчиками короля, то заскриптованное событие с какой-нибудь казнью, либо мародерством, когда нет времени на раздумья, нас никто не спрашивает, хотим ли мы в этом участвовать или нет, и просто начинается ивент. То, что это неожиданно, резко требует нашего участия, порой сильно встряхивает, и мне это понравилось ощущение. Было бодренько нестись в надежде кого-то там спасти или что-то сделать, и при этом не задумываясь о том, что можно сгинуть самому, и как-то себя надо тоже обезопасить. О головоломках я бы сказал, что они простоваты. Многие решаются быстро, не требуют каких-то сверхусилий для разгадывания, и в данном компоненте я бы, например, хотел большего разнообразия и сложности. Вообще в мире встречается два типа головоломок. Первый это некая кнопочная станция, где мы просто должны пронажимать все кнопки в определенной последовательности. Если мы при этом ошибаемся где-то, то все эти кнопки отжимаются, и нам нужно все начинать заново. Второй тип это световой луч, где надо расставить зеркала так, чтобы подсветить приемник. В обоих случаях успешное прохождение такой головоломки открывает потайную дверь с сундуком сокровищ. Там, как правило, есть что-то полезное и что-то на продажу, так что решать представленные задачки хоть и не очень интересно, но как минимум не время затратно и прибыльно. И напоследок, часть игрового процесса, связанная с нападением на местные лагеря бандитов, варваров или еще кого бы то ни было, таких групп много, места разбросаны буквально везде, и более того, периодически они даже после зачистки снова обживаются теми же самыми редисками. С одной стороны, постоянно есть возможность прокачаться, с другой же, даже с учетом усложнения этих локаций, синхронно с игроком, то есть после убийства, например, этих бандитов, вы там через несколько дней возвращаетесь в это же самое место, оно снова населено, но уже чуть более сильными противниками, причем соразмерно игроку. Интереса в этом, ну, особо, на мой взгляд, не было, когда вот именно возвращаемся или какие-то мелкие лагеря там по пути раскидываем. Ну, не говорю про большие форты, это отдельная часть игры. И несмотря на то, что у некоторых игровых механик не все так здорово, вкупе все указанные элементы игры в Robin Hood мне играть понравилось. Нет явно ненужных механик. Все они постепенно чередуются и позволяют не зацикливаться на чем-то одном, превращая игру в рутину. Сбегали по миссиям, пособирали по пути ресурсов, поразгадывали загадок, вернулись на базу, отстроились, покрафтили, пополнили расходники, побежали до следующих точек интереса. Причем это получалось само собой, даже если цепочка где-то ломалась на полпути, этот цикл, интерес не пропадал и все продолжалось само собой, как будто так стоило. Теперь самое время поговорить о боевой системе, коли уж мы заговорили о нападениях на различные лагеря. Боевка для такого проекта хорошая, но опять же с нюансами. Стоит отметить, что у нас есть два класса оружия, меч и лук. У каждого есть обычные удары, есть спецудары, которым тоже нужно будет отдельно учиться в тренировочных лагерях на нашей базе. У противника также есть набор действий, своих особенностей. Есть, например, бронированные войны. Они медлительные, но не пробиваются в тело, голову и имеют щиты. Для лучника это прям беда. Есть наоборот быстрые, легкие соперники, но без каких-либо лата-щитов. С каждым из этих противников нужно будет подбирать свою стратегию победы. И что, на мой взгляд, тоже было прикольно сделано, так это, во-первых, реализация добивания рядовых противников, когда нам особо красочно показывают кинематографично финальные удары, с расчлененкой порой даже. И, во-вторых, что тоже мне понравилось, разная реакция на попадание в разные части тела соперников. Допустим, из лука. Попадание в голову крит, попадание в ногу, временное хромание противника, что очень порой бывает, кстати, против бронированных воинов. Оружие при этом можно улучшать, ремонтировать. И за этим, кстати, тоже приходится следить, чтобы не остаться без вооружения по ходу жаркой битвы. Имея в проекте Robin Goods ролевую составляющую, нельзя обойти стороной огромную систему навыков персонажа, которую мы можем изучать. Как вы видите на экране, пчелиные соты с различными навыками разделены на шесть условных областей по разным активностям. Производство, ближний бой, дальний бой, скрытность, ловкость, выносливость. Очки на развитие мы получаем по мере прокачки уровня персонажа. Опыт при этом нам капает за очень многие действия в игре, начиная с добычи ресурсов, с поверженных противников и за выполнение квестов. Навыков для изучения крайне много, и пока не совсем мне очевидно, возможно ли их будет выучить все, либо придется концентрироваться на чем-то одном. При этом есть и квесты даже, зависимые от определенных навыков, без которых квест попросту нельзя будет взять. Говоря об открытом игровом мире, замечу, что выполнение миссий не всегда линейно. Например, в случаях, когда нужно вернуть какую-нибудь вещь владельцу, есть возможность взять боем форт, лояльных правителю войск, либо же в стелс-режиме разобраться тихо с несколькими из охранников и попросту их украсть и уйти в освоясье. Такой подход к игровому процессу неплох, разве что в открытом мире, здесь, конкретно в этой игре, не всегда получается этот стелс реализовать столь же продуманно, как и в рядовых стелс-экшенах. Здесь он не столько опционален, сколько ситуативен. Игровой процесс в данном проекте я бы оценил на твердую 5 из 5. Я очень оказался доволен. Теперь стоит пару слов сказать о визуальной составляющей. И хотя она мне поначалу прям сильно понравилась, удивила даже, что инди-проект с малой командой разработки, 7 человек, может реализовать вот настолько хорошую игру, постепенно, особенно во время бури, я стал замечать некоторые неприятные огрехи. Например, мне не понравилась, сильно прям очень сильно не понравилась анимация травы и растительности во время этого самого бурана, сильного дождя с ветром. Трава больше напоминала какие-то водоросли, которые вот в каком-то переменчивом течении бултыхаются прямо из стороны в сторону, и вот как какие-то змейки такие ползут вверх. Да и модельки NPC отдают немножко деревянности, на мой взгляд. Из примечательных и достаточно удобных моментов есть подсветка ближайших объектов, с которыми мы можем взаимодействовать. Настройки такого отображения, как я успел понять, не опциональны, и отключить ее пока нельзя, возможно, она кому-то не зайдет. Ну и еще из немаловажного в этом компоненте есть поддержка FSR. В общем, все хорошо, негативных деталей немного, и я бы оценил визуал на твердую четверку в данной игре, точно не меньше, некоторые, может быть, оценят ее даже выше. Системные требования к проекту у вас сейчас на экранах. Замечу, что оптимизированная игра, на мой взгляд, достойна. Мой нетоповый системник не сильно напрягался даже в эпичном режиме графики. В части управления и обучения я бы тоже дал несколько дополнительных комментариев. Начну с последнего. Обучение крайне детальное, пошаговое. Каждая механика показывается и разъясняется на практике поочередно, не окуная игрока сразу в игру с головой со всеми ее деталями. И только после прохождения первой цепочки обучающих заданий мы получим свободу действий и решений. Отличный низкий порог вхождения в игру, очень здорово. По управлению дела тоже обстоят достаточно хорошо, без какой-либо серьезной критики. Некоторые неудобные моменты, конечно, были, но это помилочи. По локализации и озвучке стоит отметить, что русский язык в интерфейсе и субтитрах есть, но хотя и с некоторыми ошибками на данном этапе, наверняка их удастся оперативно исправить в кратчайшие сроки. Играется при этом проект нормально. Подводя итоги обзора, я скажу просто. Мне зашло, и неожиданно появление этого проекта буквально выжгло добрые полтора-два десятка часов, прежде чем я взялся за это обзорное видео. Само собой найдутся те, кому отмеченные минусы станут существенной причиной, по которой игра не понравится. Но, на мой взгляд, всем любителям приключенческих игр с элементами ролевой игры, выживача, менеджмента поселения. Данный проект просто рекомендован однозначно, как минимум для ознакомления. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Всего вам доброго и до новых встреч.